Какие причины лучше для политического убежища в США или в Канаде? На самом деле тут такой вопрос, что на него нет однозначного ответа. Если вы задаете такой вопрос, я подразумеваю, что у вас пока нет вообще оснований. Но, тем не менее, можем сказать, на какие причины стоит обратить внимание, если они имеют место. Причины, они должны быть все, как сказать, те причины, чтобы они должны быть озаконены. Это понятно. Личное преследование в вашей стране со стороны властей. Любой кейс перед тем, как подаваться на политическое убежище, он должен быть проверен адвокатом. Потому что у вас могут быть реальные основания, но вы не можете грамотно их сформулировать. И просто ваш кейс, он не будет удобрен. А может быть, у вас нет оснований, или вы так думаете, что у вас нет, а на самом деле они у вас есть. Для этого есть адвокат. Если у вас уже есть какие-то наброски по кейсу, то он анализирует. Более того, он скажет, что у вас здесь вот это и вот это. Вы знаете, что вы можете вот такую-то справку принести? И, соответственно, человек, находясь в своей стране, начинает уже комплектовать свой кейс максимально усиливать. Давай назовем основные причины для политического убежища, которые могут быть в России и в Украине. То есть сказали, что это ущемление зоны власти. Это по религиозному. Религия, да, что еще? Религия, если является меньшинствами также. Чтобы сюда не включалось, равно должно быть преследование. Мало того, что, например, вы являетесь свидетелем Баеку. Этого мало, этого недостаточно. То есть вы должны доказать, что вас именно ущемляют. Если вы являетесь... Последователем Навального. Ну, как бы да. Да, да, да. То есть вы тоже должны все это доказать. То есть если вы просто сходили на митинг, ничего не произошло, то это не является причиной. Если же вы отстаиваете какое-то свое личное мнение, если вы студент, допустим, у вас есть своя личная позиция, и вас, допустим, посадили в автозак и вывезли в тюрьму за то, что вы просто пришли на митинг, и есть какие-то свидетели, возможно, видеозаписи, то это все может усилить кейс, и если это неоднократный случай, если происходит периодически, то является причиной, конечно же. Недавно к мне обращался человек, спрашивал, что вот с ВИЧ-инфекцией, да, то есть он где-то в интернете, на какой-то информации о том, что вот есть какие-то программы там для ВИЧ-инфицированных на политическое убежище в Америку. Опять же, такой программы нет. А он говорит, что меня ущемляют на работе, меня там ущемляют там, 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 не дают. Ну, такого нет. Да, такого нет, но опять же, в принципе, да, то есть если у человека есть ВИЧ-инфекция, и как он говорит, что его там и там и там ущемляют, может быть, он и проходит, но, конечно, например, мы не можем точно дать оценку, подойдет или нет. Это должен делать миграционный адвокат, который будет уже индивидуально вести диалог и уточнить, где вас ущемляют, как вас ущемляют, при каких условиях, чем вы можете это доказать. И так далее, да, потому что есть еще такие моменты, да, страх преследования в будущем со стороны властей, да, то есть есть такой момент, что на данный момент, например, вас не преследуют, но вы боитесь, что вас будут преследовать в будущем. То есть не вы боитесь, а вы предполагаете, что это будет, если вы вернетесь в свою страну, допустим, с Америки или с другой страны, если вы вернетесь, будут преследования, есть какие-то факторы этого, допустим, угрозы, телефонные там звонки записаны, смски, сообщения какие-то, имейл, то есть вам угрожают, и это можно доказать документально. адвокат это оценивает, если это действительно так, то нужно пробовать. Еще такой момент, что, например, ну, скажем так, если вы являетесь блогером, да, там, рассказываете на какую-то тему, и вот блогера с такой же именно темой, вот, недавно взяли, повязали, посадили, да, и везде это опубликовано, и вы вот предоставляете доказательства, что вот такие вот статьи, вот его посадили, а я вот то же самое рассказываю, да. Но это не значит так, что одного посадили, и вы вот сегодня создали YouTube-канал, начали то же самое рассказывать и говорите, что вот. Да, то есть все очень индивидуально, в принципе, любую ситуацию можно подпасовать, если имеет место быть реальные факторы. Да, ну, придумывать ничего не стоит, потому что сейчас Трамп ужесточил законы, да, то есть сейчас меньше подтверждает, не подтверждает, нельзя давать апелляции, да? Одобрять, да. Да, меньше одобрений, то есть если раньше там одобряли практически все истории, то сейчас они меньше заинтересованы. Десятилетиями. Десятилетиями можно было обжаловать, сейчас нет только возможности. Да, сейчас нельзя обжаловать, то есть если суд говорит, что вы не подходите, мы вам не верим, ваша история не подходит, то вас депортируют из Америки обратно на родину и, скорее всего, вы потом туда не заедете. Добрый вечер. Сколько раз нужно минимум съездить в Европу, чтобы упростить получение турвиза в США? Сейчас чистый паспорт. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Вообще посещение Европы не дает вам никаких гарантий на получение в США, потому что это просто как увеличивает ваши шансы. Здесь учитывается комплекс параметров, вообще вашей индивидуальной ситуации. В первую очередь, вообще, это привязка к родине. То есть вы можете съездить хоть 10, хоть 20 раз в Европу, более того, вы даже можете съездить в США много раз и по разным программам, после этого вообще он никуда больше не откроет визу. Даже бывает такое, туристическое именно. Поэтому здесь в комплексе нужно смотреть вообще, да, то есть вам нужно будет заполнить анкету, в которой вы пишете вообще нюансы того, там, где вы работаете, там, где вы проживаете, заработная плата, там, женатого или замужем, там, есть ли у вас какая-то недвижимость в вашей стране, там, что вас привязывает, есть ли у вас там родители, какие у вас там с ними взаимоотношения, много-много факторов. Так желательно, конечно, ездить не один, не два, а вообще, как бы, ну, показать, что вы турист, если вы с туристическими намерениями подаетесь в США. Или если у вас чистый паспорт, вам нужно подбирать программу, да, то есть вам нужно конкретизировать ваш въезд, для чего вы едете. То есть у вас мало поездок, вы хотите сразу в США, то если вы сделаете, например, можно сделать волонтерскую программу, можно приехать туда на лечение, можно приехать на обучение, можно приехать туда на мероприятие, поэтому тогда ваши шансы повысятся, потому что, ну, вы консулу скажете, вот я еду вот с такими-то целями, я не турист, а у меня вот серьезные намерения, я вообще бизнесмен, планирую пустить мероприятие. Поэтому, когда у человека чистый паспорт, мы стараемся не просто по туристической визе, да, его направлять, а все-таки подбираем какую-то программу, в соответствии, исходя из его бюджета. И его специальности или сферы деятельности, потому что если человек бизнесмен едет на бизнес-выставку, или он доктор едет на какую-то конференцию, там, по классической хирургии, или он, возможно, едет обучать кого-то, это бывает такое, что... Да, конечно. То есть какой-то мастер-класс показать на какой-то выставке, или рассказать о своей технологии в рамках этой выставки, и все. То есть тогда это является, естественно, причиной. И довольно-таки интересно. Скажу, с своего личного опыта, даже людям, у которых есть семья, недвижимость, и там, счета в банке и так далее, им все равно порой отказывают. Почему? Это личный фактор, то есть не понравился консулу, консулу какое-то настроение, консулу посчитал, что этот человек потенциальный эмигрант, хотя это не так. Но мне кажется, что даже по некоторым людям, которые приходят, соискателям турнической визы, они делают решение, просто разглядывая их анкету, даже не общаясь с человеком. То есть они видят уже, где он работает, сколько он зарабатывает, насколько он привязан, какие перспективы в стране. Если он видит перспективы, то, в принципе, человек не должен уезжать. Но, скорее всего, это не касается стран постсоветского пространства, потому что, ну, хотя, опять же, получают, люди получают визы, поэтому пробовать стоит, возможно, ваша история уникальна. Есть люди, которые получают визы, даже не имея истории. А есть те, которые имеют историю, там, по два паспорта с визами, и в Европу в том числе, но им отказывают почему-то. После отказа есть еще возможность апеллировать, да, скажем так. Но это опять, если вы не просто на туристическую визу подавались, то туристу апеллировать здесь вариантов нету. А если же вы, например, ехали на какое-то мероприятие, на какую-то выставку, вам отказали, вы можете писать письмо консулу, да, и более детально уже просить его рассмотреть ваши дела и убедить его в том, насколько важно было для вас это мероприятие, что он потеряет, если его пропустят. И в этом случае вы сможете податься еще раз на визу, вас уже просмотрят. Бесплатно или платно? За визовый сбор придется еще раз оплатить. Просто будет письмо, это ответ от консула или как? Да, 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 будет уже ответ от консула, который будет приложен. То есть в этом случае как бы вы можете, скажем так, апеллировать ваш отказ. Вот еще такой момент сюда, скажу, что если у вас есть какие-то там родственники или друзья в США, не нужно, чтобы они вас приглашали. Вот правда, да. То есть лучше как бы про это, скажем так, не разглашать, лучше воспользоваться приглашением на мероприятие. Мне 36 лет, работаю в автосервисе более 12 лет. Возможно ли съездить на автовыставку в США? Конечно, возможно. Возможно, тем более у вас есть история. Да, это очень здорово, да. То есть, понимаете, вот если просто там, не знаю, ну человек работает, например, вот там на кассе кассиром, и он едет на какое-то там, не знаю, там мероприятие в филармонии, да, это может быть это как бы его хобби, он кажется, что ему это очень нравится, там вот я там всю жизнь мечтала побывать, но тем не менее у консула могут возникнуть сомнения. Если человек работает 12 лет в автосервисе, он едет на выставку, связанную именно с автомобилями, то ну как бы вопросы, наверное, отпадают. Ему это интересно. Да, вот я хочу, и в этом случае можно опинировать. Если вам дают отказ, то вы можете писать письмо консулу, что как бы, ну вот у меня все документы, почему так, пожалуйста, рассмотрите еще раз. Да, поэтому обращайтесь к Алене.